Согласен. Вот для того, чтобы это положение вещей для власти было сохранено, им категорически важно, чтобы эти поправки вступили не в юридическую силу, там они уже давно находятся, вступили в полном смысле слова в действие, чтобы они были неким образом легитимизированы через вот это голосование. Поэтому, конечно, безусловно, в широком смысле слова для нас это голосование не имеет каких-то глобальных задач и результатов. Однако, этот процесс наглядно показывает каждому участнику нашего сообщества, что нужно проявить активность. Она понятным языком объясняет, почему мы должны активизироваться. Потому что Путин дальше будет находиться у власти. Потому что есть ограничения в законе, а он на них плюет. Потому что это в конечном итоге лишит нас наших гражданских прав. Вот это все граждане понимают сейчас очень отчетливо. Потому что они находятся на такой стадии исторического процесса, что власть вынуждена пройти через это. И она проходит с большими, подчеркиваю, репутационными потерями. Вы же понимаете, что узурпация власти через вот эти путинские поправки огромному количеству людей щелкнула по носу. И люди на основании этого правильно отреагировали. Ну, относительно правильно. Пока это такой пассивный процесс. Но он перейдет в активную фазу, я вас уверяю. Поэтому, да, в полной смысле слова, борьба истинная за процессы, которые повлияют и изменят наше будущее, они впереди. Но это этап, который мы должны пройти. И выйти мы должны из него сильнее. Сегодня, нет, не сегодня, вчера, Блумберг опубликовал свои, значит, опросы, по которым Путина поддерживают 26% россиян. 26%! При этом эти жулики из Левада-центра заявили, что Путин поддерживает 68%. Как это смешно! Ну, неужели вы не понимаете, что эта лживая статистика напротив не сагитирует людей, а напротив их еще больше разозлит? То есть она поможет вот этой выкристаллизованию взглядов. Поэтому, ну, очевидно же, что вот эти 26% Блумберга, или 28-26, по-моему, они складываются в том числе из-за этих поправок в Конституцию. В том числе, дополнительно к этому, вот эти неумелые, жадные и недальновидные решения касательно коронавируса, вот этой опасности. Поэтому, да, наверное, мы не должны ставить, значит, вот эту борьбу за поправку в Конституцию главной целью всего оппозиционного, значит, сообщества в нашей стране. Но важный этап, важная ступень, безусловно, то есть в тот момент, когда по всей нашей стране будут нагмеленные митинги, конечно, люди будут призывать власть в отставку не из-за этих поправок, но в том числе из-за них. То есть это огромный пласт проблем, одна из которых вот это наплевательское отношение на наши с вами конституционные права. Спасибо. Спасибо. Спасибо.